Я был фанатом Геншина еще с 20-го года, и для меня это был идеальный способ отвлечься, забыть обо всем и расслабиться после тяжелого дня. Каждому эта игра нравится по своим причинам, но для меня это в первую очередь был просто огроменный открытый мир, где я зачищал каждый маленький уголок и открывал каждый сундук. Ну и еще открыл для себя чайник, где провел десятки часов за строительством, а это дело я люблю, как вы знаете. И сейчас у меня в игре закрыто практически все, за исключением заданий легенд, которые я просто не могу заставить себя выполнять. И да, я закрыл всю карту, и даже пустыню, и даже экономию. Потом настало время Star Rail, и там было достаточно знакомых элементов, чтобы меня тоже затянуло, и сейчас я стремлюсь к тому же уровню завершения игры, как в Геншине. Ну а сейчас, буквально на днях, разработчики дали мне доступ в бета-тесту их новой игры, Zenless Zone Zero. И как фанат предыдущих игр, я просто не мог пройти мимо. Я поиграл около 15 часов, и сегодня расскажу вам базовую информацию про игру, а также поделюсь своими впечатлениями. Мы рассмотрим сюжет, визуал, боевку и персонажей, и их механики, и это будет взгляд ветерана Геншина. К тому же, вселенная, видимо, наградила меня за все годы страдания в YouTube Shorts, и этот ролик как раз создан именно благодаря поддержке Zenless Zone Zero. И для меня это все равно, что если бы разработчики Майнкрафта поддержали мои видосы по строительству города, но мы-то знаем, что этого никогда не произойдет. Да. А вы тоже можете поиграть раньше остальных. Переходите по ссылке в описании и проходите предварительную регистрацию в Zenless Zone Zero. Каждая игра Хою, можно сказать, находится в мультивселенной, и в каждом из миров встречаются схожие элементы, но в разных воплощениях. Так еще с зарождения кампании в каждой игре была Райден Мэй, или Броня Зайчика, которой, кстати, ходят слухи, что в Геншине именно она будет царицей снежной. У нас также есть заражение Ханкая, или заражение Бездны, которое одолевает каждый мир, заражает людей и порождает монстров. В Zenless заражение распространяется по миру территориями, и основная часть игры заключается в проникновении на эти территории и сражениях со врагами там. По традиции у нас есть два главных героя, брат и сестра. Они держат магазинчик по аренде видеокассет, но это прикрытие, потому что их основная деятельность находится вне закона. Они прокси, эксперты по проникновению в каверну. Делают они это с помощью компьютеров, хакерства и искусственного интеллекта, такая киберверсия ребяток из фильма «Начало». Действие игры разворачивается в постапокалиптическом мире, где каверна и ее монстры уничтожили большинство жителей, а оставшиеся сформировали безопасное пристанище под названием Нью Эриду. Как раз там и находится магазинчик наших героев. Они и улица с еще несколькими магазинчиками и домами — это наш хаб. Здесь мы можем спокойно гулять, общаться с персонажами, начинать миссии, выполнять задания, покупать разные штуки и, например, играть в мини-игры в аркадах. Вначале игра меня подловила, потому что действия сюжета происходят очень быстро, я не успел ориентироваться и, к тому же, все преподносилось не очень-то и серьезно. И при этом герои порой совсем не стеснялись в выражениях. Не буду тянуть резину и сразу скажу, игра выглядит невероятно стильно. Вы видели, что я строю в Майнкрафте и какую эстетику я люблю, поэтому главный хаб — это просто моя мокрая фантазия. Здесь идея похожа примерно как у моего города. После апокалипсиса выжившие построили город, где собрали архитектурные стили со всего мира. Тут у нас есть и анимешный горизонт, и кирпичные домики, как в Нью-Йорке, и даже китайские контейнеры, как на Сан-Джоу-Стар-Рейле. Однако локации миссии меня пока что впечатлили не так сильно. Они обычно находятся в заброшенных частях города, на стройках или на ЖД-путях. Но я не так много успел поиграть и видел, что люди их наоборот хвалили, так что поправьте меня в комментариях, если дальше всё будет иначе. Отдельно стоит поговорить о диалогах и кат-сценах, и люди, которые играли в Геншин, сразу всё поймут. Как там обычно бывает, нам дают анимированную кат-сцену, или два перса просто стоят или деревянно ходят, пока вид камеры иногда меняется. Я заметил, что в Фонтейне они попытались это исправить и стали находить способы подходить к этому более креативно, но всё же игра так построена, и от этого никуда не деться. Поэтому Зенлас в этом плане станет для игроков глотком свежего воздуха. И я насчитал в нём четыре вида анимаций. Первый — это кат-сцены, динамичные короткие вставки, где графоний выкручен на максимум. Меня отдельно порадовало в них музыкальное сопровождение, да и музыка в этой игре для меня, как фаната драм-энд-бэйса, хаоса и разной электроники, попала просто в точку. Второй и третий виды — это диалоги с персонажами. Здесь есть и классические, где персы просто стоят на локации, но большинство взаимодействий выполнено в стиле Ханка Импакт 3, где для взаимодействия открывается отдельный экран с каждым участником разговора. В этом экране у всех проработаны и движения, и мимика, и эмоции, чего мне всегда не хватало в предыдущих играх. И, наконец, четвёртый вид — это визитная карточка стиля Зенласа. Часть сюжета раскрывается через развороты комиксов с озвучки на фоне. И надо помнить, что эта игра не только на ПК, но и на портативное устройство, поэтому эта фишка выполняет сразу несколько функций. Она, с одной стороны, экономит память, а с другой помогает преподнести сюжет более динамично и стильно, нежели чем через экран диалогов. Конечно, есть ещё один способ общения с перцами — это личные сообщения, но после Star Rail'а я просто делаю вид, что его не существует. Ещё одной фишкой этой игры является огромное разнообразие существ, которые его населяют. Хотя хаб-улица довольно маленькая, я очень долго по ней ходил и рассматривал всех этих замысловатых чудиков и кайфовал от их проработанности. Но когда я увидел вот эту мадам возле аркад, я сначала вообще не понял, на что смотрю. И не потому, что у неё комплекция, как у куклы Братс. Дело в том, что мой глаз привык к Геншину, где на самом деле есть всего штук пять тел для персонажей, и различаются они только тем, что на них надето или нарисовано. Здесь же всё иначе, потому что как среди героев, за которых можно поиграть, так и среди NPC разнообразие моделек намного шире. Тут у нас есть и огромный медведь, и волка-человек, и лоли, и акула-девочки, и, судя по всему, этот список будет пополняться постоянно, потому что в этом разнообразии разрабы видят одну из главных особенностей игры. Возвращаясь к теме акула-девочек, просто посмотрите на неё, боже, она прекрасна, она идеальна. Ладно, я вытер слюни, и если серьёзно, то я никогда не понимал, почему некоторые хейтят фан-сервис в плане персонажей. Я, блин, хочу играть за фетишных горничных и кашкодевочек в милых нарядах. Кто-то хочет играть за лоли, кто-то за мужиков, кто-то, блин, за фури, прости господи. Но почему нет? Я далёк от всяких фандомов, не смотрю ролики, и в игры играю вообще не так часто. Вместо этого я скорее посмотрю какое-нибудь хорошее кинцо, или проведу время со своей женщиной. И к хайверсовским играм я отношусь очень просто. Я знаю, что мне там дарят удовольствие, этим я там занимаюсь, а на остальное мне как-то плевать. Ладно, у меня просто накипело, потому что я знаю, что у любой вещи, которая мне нравится в этой игре, обязательно найдутся хейтеры, которые до меня докопаются. И этим людям надо просто повзрослеть и обрести личную жизнь. А я очень люблю горничных. Для того, чтобы перейти к боёвке, в игре нужно сначала пройти вот этот режим с экранчиками. И, грубо говоря, это смесь виртуальной вселенной и недавнего ивента в Старрейле. Там нужно передвигаться по этим экранам, собирать всякие бонусы и решать головоломки. Ну а потом, когда вы наступите на ячейку со сражениями или сюжетом, то как раз уже там будет локация и бой. Персонажи поделены на фракции, и если в вашей команде есть персы из одной и той же фракции, то между собой они смогут взаимодействовать, таким образом вы сможете делать разные комбо. Комбо-атаки или отражение ударов врагов также могут достигаться через смену персонажей. И, как обычно, у каждого перса есть обычная атака, скил, ешка и ульта. И если в Геншине нам самим приходится додумывать, какой из персонажей подходит на какую роль, кто будет главным, кто будет читовиком, кто будет хилить и все остальное, то здесь все довольно четко, потому что здесь это все расписано по их ролям, то есть почти как в Старрейле. Интересным дополнением к боевке в этой игре также являются компаньоны. У каждого компаньона есть свой элемент и свои уникальные способности, которые также могут сочетаться с персонажами в вашей команде. И эти челики принимают участие в бою и могут быть частью комбо вашей команды. Качаются ваши вайфу тоже знакомым вами способом. Можно качать их скиллы, можно давать им типа созвездий и можно прокачивать их уровень. У них также есть свои эквиваленты артефактов и оружий. Оружие здесь называются амплификаторы и они также, как и персонажи, разделены на категорию, то есть вы можете дать определенное оружие только персонажу определенной категории. Еще одна особенность боевки это то, что у врагов есть шкала шока и если мы ее заполняем постоянными атаками, то враг вырубается и мы можем его бесконечно долбить, пока он снова не придет в себя. Ну и стоит отметить, что в игре тоже есть еда, которая повышает разные характеристики наших персонажей, но в Геншине я к этому никогда не притрагивался, в Старрелли тоже и здесь, наверное, тоже не буду. Так что можно подвести итог и сказать, что мое первое впечатление об игре осталось очень положительным. Визуальный стиль игру ли это просто конфетка для глаз. Боевка показалась мне свежей и динамичной и я уже навыбивал достаточно персонажей, чтобы терпеливо построить себе любимую команду, потому что в этих играх я это дело очень люблю. Когда я уже разобрался в том, как работают комбы и механики, сражения стали моей любимой частью игры. Включается кайфовая музыка, ваш персонаж круто заходит и начинается мясо. При этом это уже не долбление по всем кнопкам, как в первые пару часов игры, потому что дальше это не прокатит и вас просто размотает какой-нибудь босс. Но в этом есть и минус, потому что боевка кажется настолько динамичной и прикольной, что все помимо боев кажется очень медленным и этот перепад между чилом и потением происходит постоянно. Кто-то скажет, что спустя полгода я поменяю свое мнение и скорее всего через несколько месяцев, когда у меня за плечами уже будут несколько сотен часов геймплея, я сделаю еще один ролик, где поговорю обо всем этом более подробно. Но опираясь на опыт с предыдущими играми, я не думаю, что мое мнение сильно поменяется. Во-первых, потому что я изначально не жду от этих игр слишком многого. Во-вторых, потому что продукты Хою предсказуемы. Они знают, что создают и на что метят, а игроки знают, ради чего играют и что хотят получить. Да и что с Геншином, что со Стар Рейлом, понимание минусов этих игр не мешает мне наслаждаться вещами, которые мне в них нравятся. Потому что в конце концов, никто меня там не заставляет закрывать задания и легенд, или всякие скучные ивенты. И нет никакой необходимости, кроме на самом деле собственного желания, давайте будем честными, выбивать новых персонажей, потому что любую из этих игр можно пройти с любыми персами. Но другой нюанс в том, что сейчас эту игру объективно оценить просто нельзя. Не только потому, что она находится в бета-тесте, а еще и из-за подхода Хою. Взять, например, Геншин, его бета, его версия на релизе и то, чем игра является сейчас, это три разные игры. В их планах всегда есть долгосрочное развитие игр и механик в них. Для этого достаточно вспомнить выход Дендра в Геншине, который разделил боевку на до и после. Или, например, переработка старых механик после выхода Фонтейна, где они развили мету атак в падении и перегрузок, выпустили Хутао 2.0 и все остальное. И в Стар Рейле, например, с выходом Черного Лебедя и Акерон, боевка тоже изменилась кардинально. Так что уверен, что это случится и с Зенусом, и что в боевке, что в разных активностях и их разнообразии, нас будет ждать очень много дополнений. Сейчас игру я вижу как фундамент, на котором разрабы еще очень долго будут строить. А что из этого получится, подождем и увидим, но потенциал со стилем и механиками игры выглядит многообещающе. И если все пойдет хорошо, то мы можем получить очередной хит, о котором будут твердить с каждого угла. А я также хочу напомнить, что вы можете пройти предварительную регистрацию по ссылке в описании. И когда поиграете, поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Ну а на этом пока все, с вами был Виз, и до встречи в следующем ролике. Пока!